ПЕСНЯ 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 Благодаря полученным знаниям в Академии Государственной Казачьей Службы, я думаю, что сумеем его реализовать на территории Кыргызской Республики. Казаки 21 века, как и в старе, умеют и на лошади скакать, и шашкой махать, шинкуя на обед жене казачки качан капусты. Своё умение потомственные казаки оттачивают год за годом, как спортсмены. До седьмого фото, чтобы хоть раз в году на людном фестивале, на казачьем спасиках совсем недавно в Небьянске продемонстрировать землякам, как можно одним ударом казачьей шашки, обезглавить полдюжины пластиковых бутылок с водой. Но махать клинком, доходить с местной полиции ночью в дозоры – лишь полдела. Самые продвинутые из станичников. Каждый месяц приезжали в Екатеринбург на учёбу в Академию. Правда, из-за пандемии для многих слушателей, особенно издалека, из Москвы, Приморья и даже из-за границы, учёба проходила в формате онлайн. Немногие из екатеринбургцев знают о том, что в Уральском горном университете с августа 2020 года работает Академия государственной казачьей службы, и нынешний выпуск был уже третьим. И учатся и из Киргизии, учились и из Казахстана, и из Нанецкой республики, и из Луганской республики. И география тех, кто учился, обширна и даёт понимание того, что эта учёба важна, нужна и необходима. Кому-то может показаться чуточку странным программа обучения по экономике, менеджменту с казачьим уклоном. Но бизнес планирования и маркетинг продукции и услуг НКО – это как хлеб насущный для наказного атамана в какой-нибудь станице. Строгий бухучёт, умелый менеджмент и усердная молитва в храме – это, пожалуй, те самые три столпа, на которых держится современное казачество. Притом, третий столб – самый важный для казака.